Праздник 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 По завершению глава администрации городского округа, город Кумертау, Борис Беляев обратился к присутствующим с поздравительной речью, а также поблагодарил игумению Сирамфиму за активную благотворительную деятельность, социальное служение и духовное воспитание подрастающего поколения. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья и счастья. Тесное сотрудничество и совместная работа рождают дружественные отношения в различных сферах деятельности. Пресвятейший Николай напомнил о недавних праздничных событиях в жизни главы и от всей души поздравил с прошедшими праздниками. Сегодня, дорогие мои братья и сестры, торжества по стучию 145-летия со дня основания села Ивры совпали с уже прошедшими не менее радостными событиями в жизни, в личной жизни двух человек. Это ваш изостощимый, Борис Владимирович. Когда 3 августа вы праздновали свой день рождения, а накануне 2 августа вы также праздновали день воздушно-десантных войсков. Я хотел бы от имени духовенства, от имени Всечестной Матушки Игуми, от имени паломников и сестер монастыря, от имени казачества, учить и от своего имени лично, в первую очередь, поздравить вас с прошедшим днем рождения. Далее для всех желающих была организована экскурсия в Марфо-Мариинский монастырь села Ира, где гости смогли увидеть прекрасные залы монастыря изнутри. Историю любого города, поселка, села создают люди, которые его населяют. Сегодня в селе проживает 636 человек. Среди сельских территорий городского округа Кумертау это динамично развивающаяся перспективная территория. Накануне празднования, 6 и 7 августа, для всех желающих проверить свое здоровье жителей села Ира, был организован выездной прием передвижного медицинского комплекса Центра здоровья. Уже с трех часов дня на территории школы села Ира для всех ировцев и гостей праздника были организованы исторические площадки, ярмарки продажи кондитерских и кулинарных изделий, конкурсная площадка, работа башкирского, русского и чувашского подворья и всех присутствующих ожидал праздничный концерт. На праздничных мероприятиях присутствовали почетные гости. Глава администрации городского округа город Кумертау Борис Беляев, председатель совета городского округа город Кумертау Юрий Мельников, первый заместитель главы администрации Ирина Голованова, депутат государственного собрания Курлта Республики Башкортостан Гульбаной Схакова, руководители и представители трудовых коллективов предприятий и организаций города Кумертау и села Ира, а также руководители общественных, политических и религиозных организаций. Все помнят село Ировка, хотя село Ира. Поэтому мы еще раз благодарны судьбе, что я в свое время попал сюда, что был сопричастником восстановления храма и создания женского монастыря. Поэтому еще раз поздравляю всех и желаю всем доброго здравия, мира и спокойствия, благоденствия. Историческая площадка. Именно там можно было узнать о народах и их обычаях, отведать вкуснейшие блюда и национальные напитки. Организаторы до самых мелочей воспроизвели зрителям старинные обычаи народов со всеми неотъемлемыми атрибутами. Отведав и оценив национальные блюда, гости отправились на спортивные площадки, где все желающие могли посоревноваться в меткости и скорости. Почетные гости также не остались в стороне. О, молодец! Стой! Чуть-чуть вправо! Воу-воу, давай! Ай, молодец! Завершились массовые гуляния праздничным концертом, где всем присутствующим поведали об истории села в театральном представлении, как ходоки Фёдор Архипов и Василий Скачков выбирали место для будущего села. А земля-то у нас богатая, плодородная, знаете, наверное. Затем зрители ожидала торжественная часть. Со словами поздравлений к ировцам обратился глава администрации Борис Беляев. Дорогие ировчане, кумертаусцы, дорогие земляки, уважаемые гости, День рождения села Ира – это праздник тех, кто здесь родился и вырос. Тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы. И тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своего родного края. И желаю вам и вашим семьям благополучия, взаимопонимания, добра, мира и здоровья. Ире дальнейшего развития, процветания и подготовиться к своему достойному 150-летию. С праздником, ировчане! Спасибо! По традиции, в День рождения подводятся итоги, награждаются самые лучшие, самые талантливые. За большой личный вклад в развитие села Ира, многие жители и работники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами городского округа города Кумертау. Со сцены свои музыкальные поздравления жителям села Ира подарили лучшие творческие коллективы и исполнители города. Такие как Рима Бабенко, народный казачий ансамбль «Воля», а также вокальная студия «Вираж» и многие другие. В субботу, 8 августа, в Кургазинском районе состоялся спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Само словосочетание «физическая культура» определяет мировоззрение человека, которое занимается спортом. Исследователи современности характеризуют нашу действительность как быстрое и динамичное течение жизни. Но это отобразилось только в легкодоступности любых районов Земли и скорости передачи огромных массивов информации. Образ жизни человека же потерпел совершенно обратные изменения. Люди перестали двигаться. Поэтому этой проблеме уделяют большое внимание в самых верхах. И вот на таком фоне проходил праздник «День физкультурника» в парке Шотта, села Ирмалаева, куда собралась молодежь, объединенная любовью к спорту. На церемонии открытия праздника глава Кургазинского района Ахат Кутлу Ахметов поздрал ветерану спорта и преподавателей физической культуры, которые внесли свой вклад в развитие спорта в районе, а также ребят, которые своими спортивными достижениями прославляют район. Дорогие друзья, в этот день выражаю признатель всем, для кого физкультура и спорт стали профессией. Благодаря вашей силеустремленности, ответственности, моральной и физической стойкости занятие спортом становится неотъемлемой частью жизни наших земляков. Особые слова признательности ветеранам спорта, которые служат примером для подрастающего поколения и общества в целом. Уважаемые жители Кургазинского района, занимайтесь физкультурой и спортом. Приобщайте к спорту своих детей, своей семьи, друзей и коллег. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, отличного настроения, новых спортивных достижений и побед. С поздравительными словами к спортсменам обратился глава сельского поселения села Ермолаево Роман Барановский. Хотелось большей души поздравить вас с этим, пожелать вам крепкого здоровья, те, кто еще действующий спортсмен, чтобы травмы вас обходили стороной, чтобы как можно чаще вы приносили победы для нашего села и для нашего района. В Кургазинском районе довольно много людей, любящих спорт и воспитавших не один десяток чемпионов. В честь Дня физкультурника честовали тех, кто своим примером пропагандирует здоровый образ жизни. Благодарственными письмами отметили ветеранов спортивного движения за добросовестный и плодотворный труд, за высокий профессионализм и достойный вклад в развитие физической культуры и спорта. А организаторы в свою очередь обращаются к родителям, призывают отрывать детей от компьютера в телевидении и пусть бегают, прыгают, пинают мячи и катаются на велосипедах. В общем, занимаются спортом. Ведь ни для кого не секрет, что в раннем возрасте закладываются основы здоровья на долгие годы. Здоровье каждого ребенка – это здоровье нации. Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в целях выполнения мер по снижению неформальной занятости проделана следующая работа. Во исполнении постановления правительства о мерах по снижению неформальной занятости населения в городе созданы Межведомственный координационный совет и рабочая группа. Рабочая группа при координационном совете проехала все автомастерские, автомойки, строительные площадки, парикмахерские и торговые центры города. На заседании приглашались автопереводчики, предприниматели, получившие средства из бюджета. Предприятия, осуществляющие капитальные ремонты в многоквартирных домах. Всего на заседаниях координационного совета и рабочей группы заслужено более 120 предпринимателей и руководителей предприятий города. Как показывает практика, одним из эффективных методов работы это информирование горожан через средства массовой информации. Так, в местных газетах и на официальном сайте городского округа постоянно публикуются статьи на тематику неформальной занятости и легализации трудовых отношений. На улице города установлено 7 баннеров, призывающих к официальному трудоустройству. Местная телерадиокомпания «Арес» начала транслировать аудио и видеоролики по данной тематике с указанием номера телефона территориального отдела Минтруда. И как результат, начались звонки с жалобами на отсутствие трудовых договоров. В нашем городе состоялось заседание круглого стола по вопросам снижения неформальной занятости. Для выполнения показателей необходимо продолжить выездные рейды рабочей группы с участием прокуратуры. Итог заседания. Как выяснилось, необходимость продолжить выездные рейды рабочей группы с участием прокуратуры. На заседании были определены даты и сроки проведения рейдов. Работа по легализации серой занятости населения продолжается. В администрацию городского округа город Кумертау неоднократно поступают жалобы от жителей по поводу незаконного строительства жилых домов на садовых участках. 11 августа заместитель главы администрации по ЖКХ инфраструктуре Юрий Куров провел выездное рабочее совещание для проверки и решения насущных вопросов. Строит на садовых участках, преобладает землю в собственность и строит на земле, предназначенной для ведения садоводства и огородчества, как вы видели, дома. Вот и шиномонтаж. Значит, это незаконно, абсолютно незаконно. Мы категорически против хаотичной застройки этого района, использование земли не по назначению, поэтому сегодня здесь. Мы прошли, посмотрели незаконные врезки воды. По газу у нас пока вопросов не возникает. Почему? Потому что у нас газовики, они не дают газ, не делают врезки, если земельный участок не предназначен для такой вида деятельности, как индивидуальное жилищное строительство. По нормативным документам электричество предусмотрено проводить в садовые постройки. Этим и пользуются люди, возводя на садовых участках жилые дома. Жители близлежащих домов в отчаянии, не выдерживают трансформаторы и требуют замены. Не хватает давления воды и, пожалуй, не менее важная проблема – это шум со стороны незаконных строителей. Если в дневное время это у самотоха от строительства, то в ночное – это гуляние, а, соответственно, и нарушение закона о тишине. Мы же тут живем, тут же спание район. И вы что, радуетесь, что ли, что они построили? Поэтому и приехали. Все в ночь матерь и матерь, и молодежь, машина ездит, выходить невозможно, жить невозможно. Прошу от вас, если что-то зависит, закройте эту контору. Как признается Юрий Куров, подобная ситуация наблюдается не только в поселке Шахтерский. Это, скорее, как пример. Таких участков в городе великое множество. Из-за несоблюдения правил результат может привести к плачевным последствиям. Уже есть прецеденты об наказании, но мы на этом не остановимся. Если закон нам позволяет делать то, чтобы приводить земельный порядок в надлежащий вид, согласно его виду использования, вплоть до инициирования в суде об сносе построек, которые были незаконно установлены на этом земельном участке. Существует грань между землей, предназначенной для садовых участков, и землей для строительства индивидуальных жилых построек. Однако многие этого либо не понимают, либо не хотят понимать, а порой и вовсе об этом не знают. Многочисленные вопросы по УДН от жителей города регулярно поступают как в редакцию телекомпании «Арис», так и непосредственно в управляющие компании. Сегодня утром управляющая компания «Реут-3» провела рейд, дабы объяснить и показать, как работает система начислений общедомовых нужд. Мы находимся с вами в тепловом пункте, в доме, где стоят у нас общие домовые приборы учета. Тепловая энергия плюс горячая вода. Это вот такой теплощетчик у нас, с которого мы считываем данные за месяц по расходу горячей воды, объем и гикокалории. И в отопительный сезон здесь считается центральное отопление. Регулярно сотрудники управляющей компании проводят так называемые рейды для проверки, а также и установки специальных пломб. Для того, чтобы уменьшить перерасход воды, мы ставим еще антимагнитные пломбы. Делается для того, чтобы люди немножко приучались к тому, чтобы правильно передавать показания, правильный расход воды, чтобы он соответствовал уже расходу, который показывает общий домовой прибор учета. После чего сотрудники отправляются в квартиры, чтобы наглядно показать и объяснить принцип действия новых технологий, а также проверить счетчики. Пломбочки на месте, инородных тел не обнаружено. Вот теперь для того, чтобы в целях устранения перерасхода воды, мы вам ставим вот такие антимагнитные пломбочки. Не экспериментировать, магнит не подносить, телефон не светить, потому что радиус действия магнитного поля очень большой. Если голограмма вот так вот поменяется, вот видите, если подносится магнит, то голограмма меняется вот на такой вот. Как же работают пломбы? Вашему вниманию небольшой эксперимент. Если мы подносим магнит, голограммы нет. Несмотря на то, что многие жители думают, что пломбы излучают радиацию, сотрудники управляющей компании уверяют, данные пломбы совершенно безопасны в использовании и вреда для здоровья не несут. Мы начали эти пломбочки клеить с марта месяца, и результат уже есть. Есть и уменьшается перерасход на некоторых домах, и где-то в пределах на 10-20% уменьшается. Но все равно, сейчас люди стали, может быть, и меньше, как сказать, лояльно, что... Ну, стали меньше ставить магниты, но они стали занижать показания. То есть они передают показания меньше, чем на самые фактические они использовали. Поэтому мы, я говорю, эти обходы делаем, снимаем реальные показания, и потом уже сравниваем, что общий домовой прибор учет показал, и то, что передали жильцы. Часто бывает. В квартире прописано 5 человек, а счетчики показывают заниженные цифры. В таком случае проводится проверка, и в случае нарушений накладывается штраф. КОНЕЦ